Друзья, всем привет! Слава Украине! Героям слава, слава ЗСУ и слава Богу, естественно. Короче, о чем хотим сейчас поговорить? Ну, как вы знаете, ну, многие знают, вернее, что вот недавно закончился День Фуфлыжника. То есть, ну, День Фуфлыжника, это вообще, в принципе, в году бывает, наверное, 12 праздников, получается. 12 Дней Фуфлыжника в году. И это конец месяца. И вот этот день, да, последний день каждого месяца, это день расчета. Да, и вот, короче, в такие дни бывает просто массовый террор, ну, в плане там, ну, реально мне, вот особенно, я не знаю, как тебе, братан, ну, мне просто тысячи-тысячи писем приходят, понял? На почту. Люди рассказывают истории, я не знаю, просто, ну, не хочется эти истории, там, скрины эти кидать, это личные моменты, типа, как личные письма, знаешь, которые пишут, и ты начнешь сейчас их публиковать. Ну, можно, как бы, о них, типа, там, вкратце рассказать. Да, в общем, да, в общем. Зима, я тебя уболяю, я тебе отдам, короче, там, втройне, там, что надо, я, блин, вплоть освобожусь, буду, там, принадлежать тебе, и тому подобное. Просто расписывают мне. Я ему, ну, думаю, ну, там, думаю, пару суток, там, помочь, ну, если, знаешь, ну, бывает, там, ну, там, закину, то есть, ну, я бываю, ну, редко, конечно, потому что, ну, еще непонятно, кто пишет, что за типы. Обычно я, там, скидываю кого-то, знаю, уже, знаешь, ну, бывает уже, можно меня, там, проломать, там, как-то, знаешь. Я говорю, ну, типа, ну, давай, там, ну, там, я не знаю, ну, чем я тебе помогу, давай пару суток тебе закину. И он такой, типа, не довольный, да, пару суток, блядь, да, пару суток, блин, да, там, брутан, я, пожалуйста, там, мне, короче, надо, вилл его, я половину нашел. Я говорю, а сколько ты навалил, понял? Он, да, полтинник, блядь, полтинник, гривен, понимал. Тысяч? Да, полтинник, гривен, вот, и он, 25 нашел, типа, 25, он у меня просит, братан. Просто, вообще, типа, которого, я не знаю, я смотрю, у меня даже с ним переписать не было. Он, там, написал, там, привет, там, это, братуха, там, ну, да. Я такой же, как и ты. Да, там, это, там, черному быть, красному не быть, и вот так вот, ну, подползает. То есть, 25 тебе надо ему помочь? Да. Я говорю, ты еще на приколик. Как ты вообще, ну, там, залез, я не знаю, если ты играешь на такой космос. Ну, 50 тысяч гривен, для меня тоже бабки, нифига себе. Это огромные бабки. Я в таких ситуациях отвечаю очень коротко и емко. Я говорю, жопа есть, фуфла не будет. Да, да, 100%. Нет, так я ему говорю, так, ну, на что ты рассчитывал? Ну, мне интересно уже, знаешь, там, ну, как ты садился, как ты мог навалить такую сумму. Он начинает рассказывать, ну, бля, все, у нас здесь вообще, короче, черный движ, все налажено. Катранщики сидят именно, бля, игра играется, все везде, бля, там платятся, десятины, везде все в яме ход, этап, короче, больница, все идет своим, вообще просто класс. Он говорит, катранщик сидишь, там, бля, масли, прикинь, бутерброды с красной икрой, короче, там, бля, ну, хопа, моложенца. Все, самое лучшее для катрана, да. Раскумаривай, там, что ты хочешь, там, сегодня ты там медика, там, медика желаете, там, или еще, там, вот у вас есть, там, в дзебик тебе, там, таблеточку какую-то положат, там, держи, дружо, вообще не вставай, там, бля, продать того, и уточку тебе принесем, чтобы ты пописал, только не вставай, сиди и играй, знаешь. И он говорит, блин, мне, короче, ну, так расслабило, мне, короче, медика принесли, я под медиком сижу, и, я так понимаю, почувствовал, понял, слетели трусы, короче, у типа, и тип нормально встрял. Ну, вот я ему, в принципе, так и ответил, говорю, дружище, держись, не переживай, жопа есть, фуфла не будет, как-то. Сто процентов, ну, во-первых, смотри, я так, эту ситуацию, я вот тоже вот слышу впервые, сейчас ты мне рассказываешь, и по косвенным признакам могу предположить, что это все чес, почему? Во-первых, игра в тюрьме, да, согласен, я чуть издалека зайду, игра в тюрьме, это очень важный элемент черного движа, почему? Потому что от этого идет, во-первых, это сплочает людей, потому что все играют, во-вторых, карты это запрет, то есть ты уже занимаешься запрещенным делом, а то, что, ну, против лягавых, значит, это черный движ. Плюс ко всему идет со всего, уделяется внимание, с каждого выигрыша уделяется внимание, там, пятая колонка, допустим, там, на общее. Ну, у нас с игры много чего живет, конечно. На черное, да, игра, это всегда жизнь, это всегда, почему? Потому что те, которые через игру бабки аккумулируются, они идут на святые, на святые места, уделяются внимание, там, и в черное, в том числе. Но, но, дабы не плодить фуфлу людьми, уже, ну, в каждом лагере, в каждой тюряге есть же такой принцип, что есть потолок. Вот, и поэтому 50 косарей навалить, то есть, естественно, это, ну, может, тот человек, который платежеспособный, за которого знают. К примеру, вот у меня была ситуация, при мне, заезжает, у нас на тюрягу заезжает тип, он первый раз, ну, первоход, ну, почему-то попал в строгую хату. Вот, и тип заезжает, смотрит, там, игра идет, и все дела, короче, он такой, вот, а тут картишки, а такой, ну, с виду, ну, нормальный, видно, нормальный человек полностью, знаешь, с виду, здравый, все. Он такой, о, типа, картишки, в что играете, они там, типа, в 21. А можно, типа, с вами, я умею, ну, я знаю, ты умеешь, он, да, я, типа, играю с детства, да. Садится, навалит, ну, там, 21, это, всем известно, ковбойская игра, очень быстро можно в нее навалить, там, сумму, вообще, можно такие суммы навалить, просто, нереальные цифры. И вот он садится, и он буквально, там, за несколько минут валит потолок свой, понимаешь, вот, и, ну, хочет продолжать играть, ему объясняют, что, друг, у нас вот такая постанова, что есть потолок, уплатишь, сядешь и дальше продолжишь. Он, типа, говорит, в плане, ну, ну, не может понять, не может принять, почему мне, ну, за мной же ж нету замеченного, что я там не могу уплатить. Пацаны, я хочу играть дальше, я хочу отыграться, что это такое, типа, вы что, хапуги, типа, хапанули, дай мне принеси, я сейчас, типа, с раздачей разыграю, ну, отыграюсь, и не будет, типа, этого потолка. Вот, но, короче, решили позвонить уже людям, набирают людям, он вопрос поднимает, хоть и первоход, но такой матовый тип. Поднимают вопрос, набирают людям, на тот момент сидели урки, и не один. Поднимают, они начинают разговаривать, урки дают зеленый, то есть он переубедил людей, что он может играть, там, пусть играет еще. И он навалил, братан, за ночь, что-то, вот, точно не было, ну, больше десятки ка зелени. И на следующий, то есть играли на конец месяца, естественно, потому что, ну, ну, как правило, можно обговаривать, можно на сразу играть, но играют в целом на конец месяца. И чувак, вот, утром встает, вот, у него, там, больше десятки ка, набирает, говорит, куда там, давайте, типа, адрес куда закинуть. Не, завести куда, понял? Тут, ну, там, кто, плюсовики эти, кто на куражах, дают ему адрес, буквально, там, час-два, привозят ему котлету домой. А он, а ему еще, а, в чем весь прикол, что вот эти вот типы, которые играют, ну, они потом уже говорят, ну, левый тип, можно было, короче, грузить его в полтинник. Он говорил сам, типа, я до полтинника, типа, везу, да, то есть до полтинника у меня, типа, вот мой потолок, 50, они его вгрузят, ну, обыграют в 10 и начинается, типа, ну, мандраж, типа, давай сначала десяточку эту принесешь, и потом, ну, там, чуть больше, не помню. Мы это посмотрим чуть-чуть. Да, и прикинь, привозят только десятку, вот, отдают, типа, маячат в руках, блин, десятка, и, типа, заказывают с вещами, увозят и освобождают, прикинь. И все, и штыпы сидят, волосы на голове рвут, елки-палки, как так? Прикинь. То есть, ну, провтыкали реально еще 40 могли бы, а тип, ну, то, что попало, кидают там, за все, за все, молчит всегда, то есть идет, короче, за весь банк постоянно. Почему бандитская игра, блин? Да, и вот тут тоже вот такая вот очень шаткое положение, потому что потолок, в принципе, да, он стоит для того, чтобы не проигрывать, потому что очень много азартных таких парамош, которые реально вот садится, играет, он там проиграл свой потолок и надеется, что он его отыграет. Ну, да. Но, как правило, ну, то есть, мама была не за то, что програла, за то, что отыгрывался, как говорится, знаете, то есть, и поэтому этот потолок и стоит. Но, если ты в себе уверен, набираешь людей, маячишь, объясняешь свою ситуацию, что ты платежеспособный, везешь. Не, могут дать, могут дать, да. Могут дать, поэтому, естественно. А этот прикол приколим, блин, я ржал вообще, там, где когда в хате, короче, типа берегал одного, короче, понял, чтобы его не обыграли. Понял, там, блин, вообще, шоквочка, знаешь, возле него там, короче, там не играет, туда не надо, короче, это, Мася, понимаешь? У меня было несколько таких, очень часто, это, я очень, я думаю, ты таких людей встречал, которые, вот, допустим, есть два чувака, вот, дружат, типа, семейники хавают в хате, либо в зоне. Ну, да, понятно, если мы хаваем, он проигрывает, это с нашего бюджета, блин, валит, жаба давит. Уходит на сторону, и вот такие, тоже такие два чувака, то есть, были, ну, у него с вот этим вот, там, постоянно приколы проходили, потому что один очень азартный, а второй взрослый, он очень такой сдержанный, он постоянно, там, его отдергивал, вытаскивал, ну, там, чуть ли, знаешь, с кукунделя не снимал уже, вот, и он этому постоянно говорит, типа, не играй, не играй, не играй, там, типа, если играешь, вот тебе. Он, ну, пожалуйста, ну, можно я поиграю? Ладно, иди, там, тебе вот это вот, ну, там, 300 гривен, короче, на ночь, все, садись, играй. Просыпается утром этот здравый, короче, блин, а тот до сих пор сидит, мылит, ну, он думает, наверное, же на плюсе, раз сидит, играет, значит, не проиграл 300 еще. Знаешь, он заходит, говорит, что там, пацаны, сколько, у него там 2,5 минуса, знаешь, вот такой, ты что, я ж тебе, пацан, 300 гривен, блин. Он говорит, батяде, отвечаю, говорит, 300 не было, сразу было минус 500. И с этим же, с чуваком, какая ситуация произошла, и у нас заехал, очень опасные есть моменты, когда игровой заезжает в хату. Игровой, как правило, это человек, который, ну, когда заезжает, типа, говорит, я играю, сразу, это, короче, понятно, что это лох, сразу ему обыграют, потому что игровой, он в тени, он оборозит, не спугать. Он морозится, и вот заезжает в хату, я сидел в 1,4,5, там, где и ты был, короче, заезжает горбатый. Такой тип, короче, такой притворюховый, я вообще, я таких первый раз вижу. Он такой, типа, заезжает, он на палочке, такой, типа, старичок, и там, типа, кто там, ну, зовут играть в карты, кто хочет желающих. Это такой раз, а в шоу вы там играете? Они там, в рамс, он, в рамс, блин, тысячу лет не играл, там, напомните, как там, карты, шо там, это, правила, они, да, конечно. И вот он садится к ним, и просто ложит всю хату, там, за три дня, три дня и три ночи они играли, никто не вставал. Все те, кто были, думали, что они игровые в хате, все попроигрывали, короче, этот горбатый, там, через несколько недель, ему вся хата висит, он один на плюсе, и он уже, ну, когда ты, ну, сколько ты, один раз, два раза, ну, три раза тебе проиграет человек, когда он понимает, что с тобой смысла не отыграть, потому что ты просто тигр, бог игры, что с тобой, и с ним уже никто не садится. А вот этот вот типок, которого оберегал здравый, понял, он постоянно лукался к нему, ну, этот его здравый, пацан, за ухо, куда ты сел с горбатым, что, давай, вставай. И я помню, мы идем на прогулку, и идет же с нами этот азартный парамоша тоже на прогулку гулять, а его этот здравый друг не идет, и ему горбатый, при мне это было, я вообще туда сдалил, горбатый, короче, говорит, слушай, давай поиграем в игру интересную, под интерес тут. А что за игра, раз, заинтересовался, он говорит, смотри, у меня есть две монетки, по пять копеек, говорит, мы сейчас вот тут рисуем линию, это линия нашего старта, говорит, ну, где мы, откуда мы будем, типа, стартовать, и рисуем там через пять метров тоже линию прямую, и с этой линии кидаем на ту линию монетку, каждую свою, и чья монетка ближе к линии, к той дальней, говорит, и не важно, до линии, после линии, главное, чтобы ближе она была, то ты выиграл, ну, тут, давай, давай, я такого не видел, ну, это игровой, он игровой, знаете, во всем, это не только там, что он в карты, в нарты, там, правильно, от буры до бокса, короче, он, он играет во все, и он его, вот, прикиньте, на эту пецалку, на вот эти монетки, обыгрывает, там, что-то в пятерку, ну, 5к гривен, на тот момент, это, там, бешеные бабки, и вы видели момент, когда он приходит в хату, ну, и заходит, рассказывает своему кентушу, блин, друг, у нас, короче, проблема, тут, а-а-а, начинает, как, как, он тебе, ну, что, говорит, ну, что он тебя взял, говорит, ты, может, выйдешь, кто дальше плюнет, или кто дальше, я не знаю, кто, кто больше продержит воздуха, там, и еще, просто обыграют на моменте, поэтому есть такие вот, и специально для них, я к чему говорю, что определяется потолок, который, чтобы не плодить именно фуфло, потому что фуфло, если человек один, единожды раз не уплатил, он уже есть, мягко говоря, неблагонадежный, грубо говоря, у него сломанная судьба, потому что игра, карточный долг в тюрьме приравнивается к чести, то есть, если ты не уплатил, ты, грубо говоря, проиграл свою честь, потому что раньше можно было за карточный долг честь мужскую забрать, потом, конечно, поставили запрет на то, что честь мужская не забирается за карточный долг, но воспринимали его точно так же, как и обиженного, он практически наравне был, ну, и сейчас, ну, это очень плохая масть, фуфлыжник, это уже все, поэтому наша, ну, и тем более понту на фуфлы, ты его навалил, он не уплатил, понял, и понту, и он фуфлыжник, и ты, короче, и ничего не получил с этого, ну, будет он тебе там стирать, ну, конячить, да, поллагеря таких, наплодили, блин, ну, там, поллагеря фуфлыжников, и еще, ну, это печально на самом деле, вот таких вот, для таких, чтобы, ну, там, тут, которых трусики слетают. Да, потому что сейчас, вот, как Серега и рассказывал за ситуацию, я тоже наблюдал такие ситуации, в основном в лагерях сейчас, где черный движ, все нормально, присутствует запрет любой, какой ты там можешь себе только представить, запрет любишь, это дело, это, это, любая тема присутствует, и присутствует она, как правило, в Катране, то есть специально для Катрана затягиваются эти дела, потому что знают, что люди сидят там, проводят время. Ну, и еще некоторые, которые вот эти за игрой, там, понятелица, чтобы игра была в полноте, мы постоянно на игру, блядь, сигареты, сигареточки, да, чай, 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 похабать, люди не встают просто, ты вот садишься в Катран. Как в казино, нормально. Да, как в казино, тебе предлагают все, что ты хочешь, а вот тебе приносят, и очень многие, то есть люди, которые в зависимости, которые слабенькие на вот эту штучку, они идут играть не ради игры, не ради, чтобы выиграть, не ради того, чтобы провести время приятно там, это для него никакой, а ради именно кайфа, чтобы сидеть, навалиться, и там ляпают они, а особенно очень страшный кайф для игры, запомните, это Педро, любая скорость, все, что связано со скоростными, человек просто, когда под скоростью, он зацикливается, он не может встать, не может остановиться, он не в себе, то есть вы же знаете, кто особенно пробовал Педро, вы знаете, что если человек на чем-то зациклился, все, то есть он не может оторваться, кто-то там прыщи давит, как Серега рассказывал, а на утро выходит у него, кожи нету, кожу снял с себя. Да, ты что, я, блин, так помню, под винтом давился, я в моем прыщи. Ну ты же рассказывал, есть какой-то историк. Ну я вот так вот, да, в 12 часов ночи ты заходишь в ванну, попадается зеркало, ты в 5 утра выныриваешь или в 6, прикинь ты за такое время, что ты с лицом можешь сделать. А прикинь, если тебе в руки попадают карты, все, ты просто зациклен в этом во всем, и опять же, ты смотришь, губит, что людей, не карты, а кайф, потому что, как правило, ну, таких вот азартных людей, вот именно, знаешь, что ты его упаяла, и все, их не так уж и много, потому что каждый, в принципе, плюс-минус нормальный человек, он раздупляется, что, ну, вот смотри, ты, допустим, проиграешь, что у тебя есть там 500 гривен, ты знаешь, что они у тебя есть, ты на них играешь, и когда уже, то есть выше этой цифры заходит, здравомыслящий человек, конечно, жалко, жаба давит, проиграл, отдать час их, это, конечно же, неприятно, но все равно ты понимаешь, что ты-то, ну, все, проиграл, и нормально, встал и пошел, в следующий раз, ну, там, сядешь, может, повезет, так и бывает очень часто, что там месяц проигрываешь, я вот, вот лично у меня с игрой были такие отношения, я всегда, я играл, но я не слушаю, я никогда с игры не жил, потому что я не настолько в нее был поглощен, не то, что там шпилевой, я тоже, я мог сесть и чисто там провести время, посидеть там каких-то там, пару часиков поляпать, проиграть там какой-то косарик, если там что-то прилипнет, да. И вот так вот часто получается, что ты когда идешь играть, без, там, просто идешь время туда провести, вот тебя там месяц проиграл, два месяца выиграл, потом два месяца проиграл, там, третий выиграл, Бывают вообще хорошие бонусы, бывает такое, что тебе просто везет, как утопленник, грубо говоря, и ты на плюсе себе катаешь, и так нормально. Поэтому с игрой нужно быть, на наш взгляд, почему мы говорим, для тех пацанов, которые там сейчас позаезжали, и которые там... Аккуратно. Да, будьте аккуратны, и опять же, трезвость, вот смотрите, как трезвость влияет, и это 100%. Если человек туда идет и играет в трезвости, в нормальном, в ясном сознании, то в целом он не залезет там куда-то за какие-то потолки и тому дальше, что потом он на утро проснется и не будет понимать, надо звонить какому-то блогеру Сереже, незнакомому, чтобы он тебе помог там. Ну, когда ты уже, да, у тебя нет безвыходности, ты уже лукаешься, куда попало. Я хочу сказать по поводу того, что там пишут, я уверен, 99% это тупо чёс, почему? Потому что ты переписываешься, ты сразу выкупаешь, ну, тип, короче, просто ему нужны на что-то бабки. Я знаю, я вот так вот, ну, и тохи штихи тут тоже там дофига пишут. Одно дело просто попросить бабки там, бля, братан, можешь помочь? А другое дело, когда ты сыпешь и начинаешь на жалость давить, что, бля, братан, вот, типа, в твоих руках, вот, моя судьба. И вот вопрос жизни и смерти. Если я сейчас не найду, мне вилы, пожалуйста, вот, ну, вот такая, и вот, типа, безвыходная ситуация. И люди, вот, на жалость, да, вот, типа, бля, ну, и начинают, знаешь, там, что-то вот кидать. Я знаю, тоха много, бля, ну, так вот, и тоже помогает. И я тохе даже говорил, что, бля, Васеньев, ты, ну, вот так вот. Не, а я, допустим, вот, совершенно иначе к этому подходу. У меня тоже есть очень близкий человек, который одно время помогал своему, так сказать, знакомому. И платил за него, то есть, нормальные суммы. То есть, платил за него, там, и косарь зелени, там, ну, короче, каждый день фуфлыжника на протяжении, там, где-то полугода, вот, представь, за него мой хороший знакомый платил постоянные бабки. Нормальные суммы. Он освободился, да. И, ну, человек, так как он его очень сильно поддерживал, он за него платил, и он, на него надежды, что он все-таки освободится, сделает выводы, что тюрьма это плохо, что нужно, там, идти, что-то где-то какие-то, искать себя в жизни, потому что ты уже взрослый парень, тебе надо уже как-то становиться. Он освобождается и начинает, там, висеть, там, ну, просто чудить, что попало. И у нас заходит с ним разговор, и я говорю, что смотри, он, ну, он возмущается, что вот такой вот тип, прикинь, я столько ему помогал, столько в него, и встретил, и там, и отдел, короче, и помог там документы сделать, и там, и с хатой, и с тем, с тем, с тем, с тем. А он вот такой вот, типа, плохой, знаешь, я говорю, ну, смотри, я говорю, я считаю, что все-таки виноват ты сам. Почему? Потому что, базарно, фуфло платить это плохо, но и нельзя фуфлыжника вытягивать уже. Да, конечно, подпитываешь его. Если он, по сути, если он, по сути, фуфлыжник, я ему просто объяснил, что ты ему не дал двинуть насильно. Если бы ты бы ему не помогал, он бы двинул. Тип хочет, блин, ну, трахаться, можно сказать, а ты его оттягиваешь. Да, да, да. И, то есть, ты чувака насильно вытягивал, а он туда нырял постоянно, каждый месяц. То есть, я ему говорю о чем, что если бы ты двинул, если бы он двинул, ты бы ему не помогал бы, у него бы настали тяжелые времена в тюрьме. И у него бы тюрьма ассоциировалась с чем-то плохим. И он бы понимал, что ему возвращаться туда уже смысла нету. Потому что, если он сидит, мурчит, в карты мылит, за него он знает, что заплатят. И он бы на мурке, он там еще в ответе был за каким-то бараком, понял? Не, ну, можно там раз, там два еще максимум, я не знаю, там помочь. Но когда ты видишь, что это уже заположняк уже, ну, типа, чувак, типа, знаешь, играет, прыгает не свои бабки, а уже кента, типа. Да, да, да. Так я же, я же говорю, что если бы он двинул фуфло, он бы второй, ну, он бы не захотел бы возвращаться. А так, и этот тип поехал в тюрягу, он там что-то потусовался полгода на свободе, и опять сейчас сидит в тюряге, опять сейчас в чем-то там, зачем-то там смотрит, да. Да, да. И продолжает, наверное, на кого-то наползать, ищет каких-то там друзей, каких-то девочек. Не важно ли рассказывать. Ты! Да. Слышь, ты. Где-сюда? Да, как некогда. Ты знаешь, что я с такими, как ты делал. Да, да, да. И вот такие, то есть тут очень тонкая грань, как для меня, что я считаю, что человеку не надо давать, ну, можно раз поддержать его, но если он сам стремится к тому, чтобы к фуфлу, то хай уже двигает, и ему будет с этим уже, пусть будет тем, кем он есть, на самом деле. Я вот так вот. Если он себя показывает уже как потенциальный фуфлужник, то в принципе. Да, он потенциальный, конечно, а что? Да, так что ты, который ты там в ответе за чем-то, мы знаем все за тебя. Да, конечно, знаем. Так что, друзья, вот такой вот у нас получился сегодня видос. Хочу вам приоткрыть небольшую завесу, что мы будем делать дальше. А дальше у нас будет от Сережи очень классная история. На Кемаре, как всегда. Да, он вспомнил сегодня мне, накинул. Прикольная история, я ее даже сам не слышал. Это история из давней, но очень интересная, как всегда, веселая и поучительная, что самое главное. Так что, друзьяки, не нападайте, пожалуйста, на Шамана. Я был в маленьком отпуске. Да, мы были в маленьком отпуске. У нас чуть-чуть были свои какие-то моменты порешать. Серега там зубами занимается, я там поселом разъезжал и тому подобное. Да, и жарко было. Поэтому на Кемаре таких тем, да и вообще вы могли замечать, что у нас в последнее время видосы выходили реже, чем обычно. Но начинается осень, начинается... Все люди начинают работать, точно так же и мы. И будем продолжать вас радовать интересными историями на Кемаре и не только. Так что на этом хотим сказать вам. Будь красавцы, все нормальные люди, которые нас смотрят. Вот. И как всегда, слава Украине, друзья. Да, Збройная Сила Украины, хлопцы, бережите себя. До побачи. С вами был Будь Добро.